Всем привет! Вы на канале Роботоп! Сегодня на боевом дежурстве ведущих стран мира состоят различные модификации самолетов. Давайте рассмотрим наиболее распространенные типы военных самолетов и узнаем, какой самый лучший истребитель в мире. Начинаем! Боинг F-A-18E – палубный самолет американского производства, который зачастую размещают на авианосцах. Имеют в своем распоряжении шестиствольную пушку, способную совершать 6000 выстрелов в минуту, а также множество других орудий, среди которых ракеты с лазерной наводкой и без нее. Несу службу в военно-морских силах США и Австралии. У США их около 500, а в Австралии 24 штуки. Обладает отличной крейсерской скоростью и управляемым вектором тяги, но он не столь маневренный, как Су-35 или F-22. После планируемых модернизаций можно ожидать, что этот самолет останется в строю до 2040-х или даже 2050-х годов. Военно-морские силы США очень любят этот самолет и постоянно подвергают модернизации. Максимальная скорость – 1900 км в час на высоте 12190 метров, а дальность полета – 2346 километров. Ф-16 Fighting Falcon Созданный в США в 1979 году. Falcon до сих пор активно используется и не только на родине, но и в других странах мира. Ф-16 благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости является самым массовым истребителем четвертого поколения. На февраль 2012 года построено свыше 4500 самолетов и пользуются успехом на международном рынке вооружений, состоя на вооружении 25 стран. Именно поэтому считается одним из лучших истребителей в мире. Истребитель Ф-16 можно увидеть в фильме «Железный орел» первой и второй части, а также в фильмах «Тактическое нападение» и «Астероид». СААП-JASK-39 Gripen – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, который состоит на вооружении шведской армии, а также эксплуатируется за рубежом ВСС Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда. Хоть был выпущен в свет и впервые опробован в действии еще в 1988 году, до сих пор обладает технологиями, которые впечатляют. Причина этому то, что при изготовлении JASK-39 Gripen конструкторы ориентировались на местность своей страны, горы, а также непростые скандинавские климатические условия. Для приземления самолету хватает небольшой посадочной полосы или более-менее ровной дороги. Большая часть систем управляется программно, поэтому большая часть изменений сводится к загрузке новой прошивки. Хотя он и хуже многих других самолетов, основным показателем в выборе стали не технические характеристики, а относительно низкая стоимость. Да Саут Рафаль, Франция С французского языка наименование этого многофункционального истребителя переводится как «Шквал», а первый полет этого сверхзвукового самолета состоялся в 1986 году. После долгих лет испытаний, да Саут Рафаль заступил на боевое дежурство ВВС и ВМС Франции в 2004 году и даже принимал участие в боевых действиях в Афганистане и на Ближнем Востоке. Конструкция выполнена в традиционном для компании The South Aviation стиле утка с применением дополнительного переднего оперения. Су-30 Российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+, творение мастеров из конструкторского цеха имени Сухого, которое тестировалось и проходило массу различных проверок, каждая из которых показала высокий класс машины. В соревнованиях между британскими и американскими аналогами Су-30 всегда выходил победителем. Первый серийный самолет в мире, обладающий сверхманевренностью. Истребитель Су-30 способен выполнять боевые действия, связанные с большой дальностью и продолжительностью полета. На Су-30 применена система дозаправки топливом в воздухе, новые навигационные системы. За счет установки новых ракет и системы управления вооружением была значительно повышена боевая эффективность самолета. Также ценится за хорошо продуманную систему спасения, ведь в 9 из 10 случаев при аварии пилот остается цел и невредим. Дальше F-15 Eagle. Создание чертежей и разработка самолета начались еще в 1962 году. В небо он поднялся через десятилетия, но несмотря на свой возраст используется и сейчас, и будет продолжать это делать по заявлению представителей ВВС США еще как минимум до 2025 года. Такое доверие «Орел» заслужил своей надежностью. Быстроту и мощь можно найти в других самолетах, но таким минимальным количеством поломок обладает лишь он. Это всепогодный тактический истребитель четвертого поколения. Самолеты F-15 применялись в Ближнем Востоке, в Персидском заливе и Югославии. Самолет имеет автономные системы питания двигателей, собственными расходными баками и системой кольцевания. Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с двигателями управляемого вектора тяги. Американские военные оценили новую разработку, представленную Россией в виде Су-35, как самую мощную и смертоносную воздушную машину, когда-либо созданную русскими. Используется он пока мало, а точные данные обо всех его возможностях хранят в секрете. Известно, что этот самолет может нести рекордные 8 тонн полезной нагрузки в виде вооружения и боеприпасов. По маневренности Су-35 не уступает F-22, но способен совершать уникальные фигуры высшего пилотажа, которое не может выполнить ни одна другая машина. Около 60 этих самолетов уже находятся на вооружении. Планируется выпустить еще 70 штук. Тайфун В 10 лучших истребителей мира просто нельзя было не включить Тайфун, созданный общими усилиями лучших конструкторов Англии, Италии, Испании и Германии. Это европейский многосолевой истребитель четвертого поколения для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, обладающая способность создавать шумы и помехи на радарах противника, из-за чего поразить системой самонаведения Тайфун нет возможности. Хотя по виду Еврофайтер выглядит вполне заурядно, внутри он напичкан самыми чувствительными датчиками и инновационными технологиями. Изначально этот самолет задумывался как чистый истребитель, но модернизации значительно расширили его возможности. В последней модификации, названной Тренч, значительно расширены возможности поражения наземных целей, то есть самолет способен выполнять функции штурмовика. F-22 Raptor среди американских самолетов с уничтожающей мощью он считается самым лучшим. Raptor легкий, маневренный и экономичный. С момента его создания, а это произошло в 90-х годах, разбилось всего два самолета этой модели, но проблем с ним было немало. Это самый дорогой истребитель. В 2006 году он стал столько же, сколько равное ему на весу золото. Из-за наличия на борту новейших разработок, Конгресс США запретил экспорт F-22. Особенностью этого самолета являются чувствительные радары дальнего радиуса действия, что позволяет Raptor поражать цели, не входя в прямой контакт с противником. Raptor обладает отличной маневренностью, но пилотам прямо запрещено совершать некоторые маневры по избежанию потери сознания. Поэтому к полетам на F-22 допускаются только самые опытные пилоты. Всего на вооружении ВВС США находится 187 этих машин. Максимальная скорость 2410 км в час. Если понравилось, жми на лайк. Напишите в комментариях, соглашаетесь ли вы с этим рейтингом или нет. Подписывайтесь на RoboTOP. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!